Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive и да, наконец-то, короче, я сегодня уже насобирал нового, недостающего последнего своего динозавра, это Скалозавр, на него сейчас идет, ну, вся неделя акция, да, их там можно наловить довольно много, 24 штуки, да, но создавать мы будем не его, кстати, сейчас посмотрим, Скалозавр, да, из чего состоит из Скалозавра и Скалозавра до 15 уровня, но он обычно, это дофига нужно тысяч, тысяч двадцать генов, наверное, наловить, чтобы его качнуть, но это тяжелый, тяжелый к прокачке парень, когда нужно использовать клетки обычного существа, но сегодня речь не об этом, как вы догадались, сегодня у нас будет создание еще одного супер-пупер-мега-уникального гибрида, и это у нас будет Птеровекс, давайте мы сейчас, наверное, создадим его, сначала прочитаем, что это, по-английски, векс значит досаждать, то есть, короче, надоедливая птица, Птера, Птерозавр, так, а у этого супер-гибрида Птерозавра действительно дерзкий нрав, быстрого и умного Птеровекса сложно поймать и еще сложнее удержать, нажимаем кнопочку Создать, ну, вот, какой косяк у этих всех, они все очень похожи, ну, как бы, на себя, вот, Птеровекс очень похож на того же Дарвиноптер, да, Дарвиноптера, гибрид Дарвиноптера, вот, Дарвигоптерикс тоже, как бы, очень сильно похож на Дарвиноптера, нет, не, соврал, не, не похожа, ладно, возвращаемся обратно, давайте посмотрим сейчас на Дарвиноптера, что у него были за показатели, 129 скорость, это какой уровень, у нас 20, ну, жизни показатели, конечно, это очень слабые, очень, брони нет, скорость дерзкая, есть кровотечение, подмена с кровотечением, и это у него, после замены на него идет кровотечение, это, вообще-то, интересно, а у Дарвиноптерикса, что там у нас было, чтобы понимать, удар, о, классный, да, есть подмена с кровотечением, у него есть замена с кровотечением, ну, неплохой такой был, а, вот этот еще парнишка, смотрите, есть у нас еще Стиги Дарикс, ну, у меня тут проблемы с, с Дракорексом, да, по-моему, а, со Стиги, со Стиги обычным, а может и нет, 20 уровень просто еще далеко качать, далеко качать Дарвигаптерикса, ну, и давайте теперь будем смотреть на, собственно говоря, Дарвигаптерикса, блин, куда-то не туда зашел, где тут наш Птеравекс, смотрим, что, какие показатели у него, опять же, жизнь и урон, так же, как у Дарвиноптера, плюс-минус такие же, скорость такая же, то есть, он ничем по этим характеристикам не отличается, да, и по внешнему виду, да, по внешнему виду он у нас тоже, как как Дарвиноптер, и по размерам он, думаю, будет тоже небольшой, ух ты, но такой разговорчивый, сказал бы, разговорчивый, то есть, ничего особенного изменилось, даже крит брони ничего нет, только изменились удары, запрет на замену на два хода, есть нейтрализация, полтора урона есть, ууу, вот это прикольно, нанесение снижение урона, полтора урона наносит на два хода, есть также выпад, да, то есть, удар с заменой, ну, такой есть у нашего, этого, зухотатора, как там его забыл, короче, гибрида, динозавра, который у меня с кровотечением, забыл у него, у него один удар, вот это, есть с кровотечением, второй удар с подменой, здесь тоже вот подмена, но слабовато, все-таки 0,20х, 1,5 всего лишь теряется, не очень сильно, ну, есть у него иммунитет, это хорошо, и есть замена с ПУ, это хорошо, после замены наносит сопернику отложенный урон 0,25, то есть, 1,4 на два хода, то есть, 50% жизни может снять, вот такой вот у нас гибрид, ну, и, да, будем его тестировать, так, а ты кто у нас, да, ну-ка, ну-ка, скафагнат, да, это у нас скафагнатик, да, скафагнат, ну, вот такие вот показатели, тоже есть кровотечение, ну, похожие удары, очень похожие, так, не туда, не туда вышел, так, кого будем заменять, вот, вот этот парень, я имел ввиду его, так, вот Птеровекс, где-то у нас еще птички, ну, можно самого Дарвиноптера взять, так, кто еще, ну, Аланкилазавра можно взять, и можно взять вот этого парня, где этот гибрид, вот, и вот так вот, да, ну, вот как-то так и пойдем, наверное, или еще кого-то заменить, хотя, да, сойдет, я думаю. Так, с какой башни начнем? Начнем вот с этой редкой башни, здесь проведем три боя, и, по-моему, у нас есть эпический постиметродон 30-го левела. Так, ты какого уровня? 131 у него скорость, то есть, ну, никого из Птерзавра у нас нету такого жесткого. Они все 129, да, 129, 114, но у него есть броня. Ну, попробуем, давайте, Птерзаврами тут сейчас порешать. Такая птичья будет тусовка. Самый сильный удар примет на себя, естественно, блин, у всех прикольный есть удар из подмены. 123. Ну, вот, бронированного возьмем, будет принимать, он самый крупный, будет принимать удары блюхи. Вот такой вот сюрприз мы сделали. Ну, ладно, вот так вот сделаю. Вот, ах ты, гаденыш, таки, забрал у нас скорость. И подменяемся. Ну, дадим ему кровотечение сейчас тогда. Вот так вот он выглядит, но размером с Раптора. Кританул гаденыш таки нас. Ай, ну-ну-ну, только не убей. О, молодец, выжил. Ну, и пробили его. Ну, Раптор, да, это, конечно, противник не шибко нам подходящий. Посмотрим, что будет дальше. Ну, такой свирепый, суровая тварь такая. Постиметродон, у него же иммунитет есть, по-моему, да? Конечно, Раптора не очень подходят для таких вот сражений. Посмотрим, пойдем ли мы туда или нет. У-у-у, блюхи, блин. Ну, конечно, не очень подходящий это все дело. Ну, ладно, пусть разбираются Рапторы. С Рапторами наши птерозавры будем чехарду устраивать. У них же очищающих ударов нет. Давайте тогда, ну, начнем с нашего парня. Ну, насколько нам, в общем-то, не страшен, да? Мы его переживаем. Потом делаем отвлечение. И, в принципе, он... Так мы его легко добиваем, в общем-то. Ах ты, гад, щит. Ну, ху, хорошо, что я нейтрализацию выбрал. Не посмотрел, какой это именно был Раптор. Но Рапторы все гады быстрее, понимаете? Вот в чем, короче, прикол. Нет? Ха-ха-ха, прощай. Ух ты, классная была картина. О, сцену атаки доработали. Шикарно. Это мне понравилось. Так, что-то я не вижу кровотечения. Это как понимать? А, ну, вроде как оно отработало. Да, ну, почему? Не могу ничего это... А, вот. Так, ну, это медленный. Ух ты, пробил таки. Пробил, гаденыш. Ну, и все. Ну, блин, так против каких-то таких жирных бы... небыстрых существ. Вот эти птерозавры бы хорошо зашли. Так, последний бой. Три Раптора. Кто бы сомневался. Ну, давайте будем как-то с ними разбираться. Начнем с броника. А, в принципе... А, в принципе, так. Тут надо сразу подменяться, да и все. Как делают эти птерозавры противно. Так, короткая защита. Ну, и сейчас двойной урон нам прилетит. Естественно. На тебе нейтрализацию. Защититься мы не можем никак от двойного урона. Ну, без крита мы переживаем это все дело. Минус. Так, ну и сейчас пора меняться, да? Так, ты у нас кто? Дельта, да? Ну, будет двойной урон прилетать. Сразу еще... Блин. Да, не по-финшую так получается. Не переживает. Чтобы подмениться. Ну. Алан Келозавру как бы не страшно это все дело. С одного удара. Ого, вот это поворот. Ну, он такой крепкий парень. То есть с рапторами он неплохо сражается. Еще очищающий удар, кстати, очень хорошо подходит для борьбы с рапторами. Ну, я бы его уже сейчас мог бы пробить. Но давайте уж раз мы так подменимся еще разу. Не, прости, друг, тебе подменяться уже не на кого. Черт, он опять ходит. Неужто ли пробьет? Практически. Брони нет. Все-таки, да, больно. Так, и есть. Вот у меня такая вот атака по стиметродону. Он 30-го здесь левела. И что у него есть? В обход щитов и брони. В обход щитов и брони. И есть иммунитет. Потому, конечно, птерозавры здесь вообще никак не заходят. Ну, что мы будем делать? И кровотечение здесь никак не заходит. Вот так. Ну, давайте возьмем этого птерча. В общем, мы втроем хотя бы... Это вообще сможем его завалить хоть как-нибудь. Без, там, Индораптора своего. Потому что он очень неприкольный противник. То есть, Трики. Трики против него вообще не катит. Потому что он и броню пробивает, и у него иммунитет. А Трики без иммунитета, и без щитов. Ну, как бы, вообще ни о чем. Ну, Эрли Коминус, конечно, да. Это парень крепкий. Так, сколько будет нам сразу прилетать? Ну, не так уж много. А, вот, а крит это больно. Ну, давай. Ну, Раджик его сейчас контратакой добьет. А может и нет. Ну, с критом, да, добьет. Броня, конечно, не спасает. Вообще, за один удар практически. Так, ну, это была контратака. Ну, и подмениться я не могу. Ладно, просто так его добьем. Ага, не добьем. Так, а ну-ка, ты вообще выдержишь хоть один удар? Или последний удар сможешь намести? Да. Ну, и вот так вот. Победный удар нашего гибридика. Ну, скорость, да, скорость. Есть. Единственный плюс у Птерозавра в этом бою. Это его скорость высокая. Так, 15 тысяч монет. Вот эти, кстати, ребятки, мне нужны. Стиги обыкновенные. И Монолофозавр. Еще у нас есть два инкубатора, ребятки. Давайте их тоже откроем. Ну, трехчасовые, конечно, да. Такая себе награда. И Спинозавр. Ну, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok